МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! На этой неделе Гомельская область принимала участников фестиваля «Славянское единство», который прошел под девизом «Родина в сердце моем». Интерактивное общение с представителями власти становится делом не только привычным и удобным, но и весьма эффективным. Большие каникулы, больше времени на отдых и больше рисков для жизни. В сегодняшнем эфире интервью с главным нештатным специалистом Управления здравоохранения областного исполнительного комитета по детской травматологии и ортопедии Александром Винником. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие полчаса. Вначале Международный молодежный форум «Дружба-2018». Потом встреча приграничных областей Беларуси, России и Украины. На этой неделе Гомельский регион принимал участников фестиваля «Славянское единство», который прошел под девизом «Родина в сердце моем». Флэш-моб «Хоровод дружбы», панорама национальных ремесел, посвящение в «Зеленые рыцари», выставки «Моя малая родина» и «Назад в СССР». Чем еще запомнился этот праздник, знают наши корреспонденты. В субботу погода на Гомельщине резко изменилась, и дневная температура уменьшилась почти вдвое. Перед началом праздника даже пошел сильный дождь. Впрочем, у руководителей делегации он вызвал скорее положительные эмоции. В погоду, которую мы ждали давно, что Брянщина, что Гомельщина, уже почти два месяца нету дождей. Представляете, как только мы собрались вместе, так сегодня везде идет дождь. Брянщина все в дождях, Белоруссия вся в дождях. И о чем говорит? Что дружбу нельзя рушить. Непосредственно в ветке дождь вскоре прекратился, что позволило организаторам начать запланированную программу и осмотр делегациями тематических площадок. Победа одна на всех. Во время Великой Отечественной, Гомельской и Брянской области были известны своим мощным партизанским движением. Представители обоих народов вместе воевали на фронтах. И такой факт. Брянский Гомель, как, кстати, и ветка, были освобождены осенью 43-го. Экскурсовод рассказывает о представленной на выставке технике и подчеркивает, многие из этих экспонатов настолько редкие, что увидеть их можно только здесь. Уникальность этого велосипеда в том, что он находится в стопроцентно оригинальном состоянии, почему где-то ржавчина, где-то подрунная краска, потому что она оригинальная. На них стоят оригинальные шины, которым уже было 80 лет, Ленинградского шинного завода. И этот велосипед вообще практически существует не более десятка. Данный велосипед в Беларуси вообще один, а в целом в СНГ их не более пяти штук. Удивить друг друга на встрече приграничных регионов постарались все и хозяева, и гости. Причем касалось это как гастрономических изысков, так и ремесленных изделий. Несмотря на близость территории, в культуре народов есть и свои неповторимые отличия. На выставке соцветия ремесел действительно было на что посмотреть. Один из старинных промысел в Брянской области – это уническая народная глиняная игрушка-свистулька. Вот Александр Леонидович, он народный мастер Брянской области, возрождает традиции нашей культуры. Каждая игрушка, она отличается своим индивидуальным звуком. То есть, например, это была кукушка, это филин. Эстрада около Витковского центра культуры и народного творчества – центральная площадка фестиваля «Славянское единство-2018». Именно здесь проходит открытие международной встречи. Хозяева и гости говорят о том, что объединяет и призывают никогда не забывать о принципах славянского братства. Наши успехи – сила только в единстве. Под этими словами мог бы подписаться каждый из присутствующих. Что касается экономики, то, конечно, если взять сегодня товарооборот Гомельской области с Российской Федерацией, то там 60% – это наша братская, родная Бранщина. Поэтому мы с глубоким уважением относимся друг к другу. И, поверьте, нет ближе сегодня области, которая бы так работала, как сегодня мы работаем с Бранщиной. У нас есть совместное предприятие с Гомелем «Гомсельмаш», которое выпускает сегодня «Десна-Полесье». Комбайн, который с каждым годом набирает обороты все больше и больше завоевывает российский рынок и сегодня уже поставляет и в Крым, в республику. И вот эти связи, такие хорошие деловые связи, они продолжают развиваться и укрепляться. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Среди участников фестиваля славянского единства в ветке и волонтеры международного молодежного лагеря скучать не пришлось никому. В течение двух дней представители учащейся и рабочей молодежи Гомельской и Брянской областей участвовали в совместных семинарах-тренингах, проводили молодежный флэш-моб, интеллект-марафон и спортивные соревнования. История молодежного форума славянских народов насчитывает около 50 лет. За прошедшее время изменилось не только место проведения, но и формат. Мероприятие стало не таким массовым, как раньше, но при этом сохранилось главное. Молодежный лагерь по-прежнему способствует укреплению дружбы. Я была только уже на территории Российской Федерации. В предыдущие годы были очень много моих сверстников, знакомых. Тоже очень нравился им этот фестиваль. Я жду этого фестиваля, как и в остальные годы, положительных эмоций, новых знакомств, потому что это фестиваль, на котором встречаются дружественные народы, дружественные государства. Это очень важно на данный период времени. Делегация Черниговской области в этом году оказалась не очень многочисленной. Однако этот регион на фестивале дружбы также был представлен. Украинцы говорят о желании своих земляков вернуться к прежнему формату проведения праздника и ностальгии о том времени, когда между государствами не было никаких противоречий. Особенно жители Черниговской области, они просто уже хотят, чтобы возле монумента дружбы, возле нашего села Синьковки, как много-много-много уже лет опять собирались, опять чтобы встречались, дружили, обменивались опытом, ну, чтобы все у нас было по-братски. Кроме создания тематических площадок, организаторы фестиваля дружбы решили задействовать также и ряд спортивных объектов города. В рамках встречи регионов прошла еще и молодежная спартакиада. Около 180 участников разыграли награды в пляжном волейболе, баскетболе, мини-футболе, гиревом спорте и плавании. В конце концов, спорт, как известно, тоже объединяет. Олег Сентюров, Елена Василюк, Андрей Иванов, Игорь Морещенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. В Петриковском районе прошло выездное заседание постоянной комиссии по развитию социальной сферы Гомельского областного совета депутатов. Внимание уделили взаимодействию органов местного управления и самоуправления с учреждениями образования в сельской местности. Для того, чтобы закрепить молодых специалистов в районе, тут разработан ряд мер по поощрению от предоставления жилья и выделения ежемесячной материальной помощи до оказания содействия в получении льготных кредитов. Среди озвученных планов активнее заключать с выпускниками местных школ договоры о целевом направлении. Иностранные военные атташе, аккредитованные в Беларуси, с двухдневным визитом посетили Гомельскую область. Гости побывали на Краснобережском мемориале детям-жертвам Великой Отечественной войны в одной из воинских частей региона на кондитерской фабрике «Спартак» и во дворце Румянцевых и Паскевичей. В Гомельскую область приезжали 20 дипломатов из 14 стран мира, в том числе из Вьетнама, США, Литвы, Польши, Японии и Венесуэлы. Программа была разработана на основе пожеланий зарубежных гостей. Члены Гомельской областной организации общественного объединения «Белая Русь» на встречу с председателем республиканской структуры Геннадием Давыдько. В столичную штаб-квартиру пригласили активистов предприятий, организаций и высших учебных заведений нашего региона. В формате открытого диалога они обсудили перспективы развития общественного объединения, молодежные инициативы и креативные подходы к их реализации. Беларусь вспоминала жертв Великой Отечественной войны. Гомель также присоединился ко Дню Всенародной памяти. Митинг-реквием, посвященный очередной годовщине со дня начала Великой Отечественной войны прошел на площади труда. У Вечного огня собрались ветераны, руководство области и города, и все те, кто решил отдать дань памяти жертвам самой страшной войны XX века. Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС в Беларуси торжественно выпустил 109 офицеров-спасателей. 69 из них обучались на дневной форме, 40 – на заочной. Все закончили инженерный факультет. По традиции, торжество проходило на площади Ленина в Гомеле. В честь выпускников состоялся небольшой концерт. На нем курсантам вручили дипломы, после чего они торжественно простились со знаменем университета. В Гомеле на базе областного совета Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» открылся кинологический центр. Это результат четырехлетнего сотрудничества клуба собаководов и эколого-биологического центра в рамках объединения по интересам юных кинолог. Кинологический центр включает в себя учебный клад, где воспитанники будут получать теоретические знания – груминг-зону и фото-зону. Тут могут заниматься школьники с 12 лет вместе со своими домашними питомцами. В областном центре прошли республиканские соревнования по судомодельному спорту на открытой воде. За победу в нескольких дисциплинах боролись восемь команд со всей страны. Соревнования радиоуправляемых моделей копии проходили в два этапа. Сначала стендовое соревнование. Здесь судьи оценивали внешний вид модели, точность исполнения и соответствия чертежам. После уже испытания на воде. Не менее интересным оказался и турнир по водному футболу и гоночные заезды моделей катеров и яхт с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями. Интерактивное общение с представителями власти становится делом не только привычным и удобным, но и весьма эффективным. Прямые телефонные линии и личные приемы проходят регулярно и чаще всего активно. Через СМИ люди заранее узнают о таких онлайн диалогах и не упускают возможности спросить о наболевшем. А проблемы вопросов у жителей региона всегда хватает. Как общественных, так и личных. А насколько быстро реагируют власти на прямые обращения людей. В этом вопросе разбиралась наш корреспондент Марина Джалая. Телефон звонил не умолкая. За три часа удалось пообщаться с более чем 20 жителями региона. В самых важных для людей проблемах вместе с руководителями управления комитетов разбирался председатель Гомельского областполкома Владимир Дворник. Примерно треть вопросов поступила от жителей областного центра. По несколько из Гомельского, Жлобинского, Мозырского районов. Семельные споры благоустройства, медобслуживание, ремонт дорог. Частные проблемы переплетались с общественными. Какие-то требовали мгновенного реагирования, для решения других нужно было время. Например, пенсионер Вячеслав Горбатов позвонил на прямую линию с просьбой прогридировать дорогу от деревни Хуторянка Гомельского района до железнодорожной станции Терюха. Сказано – сделано. Работу выполнили прямо в день прямой линии. Утром я позвонил, мне пообещали решить мой вопрос, а вечером уже мне сообщили о том, что уже все сделано. На все на это ушло, я где-то думаю, часа четыре, не больше. Я искренне благодарен губернатору за оперативное решение этой проблемы. Мне кажется, что вот так именно. И должна действовать власть и общество. Совместно, в согласии добром, решать общие проблемы. На прямую линию звонили течь, и проблемы после предыдущего обращения уже решены. Например, поступила благодарность от гомельчанки Натальи Сакун за качественное и оперативное проведение капитального ремонта дома на Волгоградской. Наша съемочная группа отправилась по указанному адресу и пообщалась с местными жителями. Эту хрущевку отремонтировали за три месяца. Теперь пятиэтажка выглядит как новостройка. Утеплены стены, отремонтирована крыша, уложены новые инженерные сети и обустроены балконы. Кому неприятно, когда сделан дом, когда столько сделано много всего, потому что все заменено, все трубы, дом-то старый, столько вложено. Вот, поэтому, конечно, довольны, кто же будет недоволен. Конечно, довольны. Все остальные вопросы, которые поднимались во время недавней прямой линии, по поручению председателя область полкома Владимира Дворника, будут не только рассмотрены, но и по возможности решены в сжатые сроки. Губернатор очередной раз подчеркнул, чтобы на местах, в райисполкомах оказывали максимальное содействие людям в решении их вопросов. То есть не только писать письменный ответ, давать разъяснения, но и максимально оказывать содействие и сопровождение в решении того или иного вопроса. И еще одна наболевшая тема, без которой не обходится ни одна прямая линия – качество дорожного полотна. Вот и в этот раз гомельчане интересовались, куда уходит транспортный налог. За ответом мы обратились в Гомриоблдорстрой – территория ответственности предприятия, ремонт и содержание дорог местного значения. А это 10 115 километров автодорог. Два года назад на баланс приняли еще и 3,5 тысячи километров улиц сельских населенных пунктов. К слову, в прошлом году была принята госпрограмма по развитию и содержанию автодорог, рассчитанная до 2020 года. Согласно ей, за 4 года предстоит отремонтировать примерно 1400 километров дорожного покрытия. Финансируются дорожные работы сразу из нескольких источников, в их числе областной бюджет и кредит Банка развития, а также тот самый транспортный налог. Он, кстати, аккумулируется на республиканском уровне и потом распределяется по регионам. Например, на реализацию указанной программы каждый год в Гомельской области будет выделяться примерно по 50 миллионов рублей. Пятая часть – именно транспортный налог. Большое внимание также уделяем улицам сельских населенных пунктов, которые я говорю. Это другая программа. Это финансироваться только за счет местного бюджета. Ну, будем говорить, из трех. Вот мы за два года отремонтировали более 250 километров автомобильных дорог. И где-то, ну, улиц, будем говорить, это автомобильные дороги. И в этом году мы где-то собираемся отремонтировать тоже около 70 километров. Конечно, мы понимаем, что это, будем говорить, ну, недостаточно. Естественно, надо больше. Но мы пока работаем вот в пределах тех, ну, лимитов финансирования, которые у нас существуют. Филиалы Гомель-Облдоростроя также включились в ремонт гомельских улиц. Привели в порядок Волотовскую. Впереди улица имени Шевченко. Сейчас ремонтируют дорогу и тротуар на Жарковского. Не забывают и про районы. Работы ведутся буквально в каждом. В Ветковском, в 50 километрах от Гомеля, есть дорога, которая связывает район с Российской Федерацией. На наших глазах на нее укладывали покрытие из битумной эмульсии. Оно в пять раз дешевле асфальтобетонного. Вместе с тем, долговечное и надежное. Простая технология. Значит, здесь ничего не нужно. Здесь, кроме щебня и эмульсии, никаких больше материалов не надо. Поэтому она является ресурсосберегающей технологией. В этом году это была вторая прямая телефонная линия с губернатором. На предыдущий было принято 26 звонков. 14 вопросов были разъяснены. Два находятся на контроле и 9 решены положительно. Марина Джалая, Андрей Иванов. Новости недели. Лето – беззаботная пора. Большие каникулы, больше времени на отдых и больше рисков для жизни. Заголовки СМИ пестрят невыдуманными историями, зачастую с летальным исходом, где главными героями являются дети. А они, как известно, не ищут опасностей. Они просто играют. Зачастую то самое свободное время толкает подростков к далеко не детским играм и поступкам. Далее в эфире интервью с главным внештатным специалистом управления здравоохранения областного исполнительного комитета по детской травматологии и ортопедии Александром Винником. Летние каникулы, Александр Васильевич, наверное, согласитесь, больше свободного времени на отдых и больше рисков для жизни? Безусловно, летние каникулы катастрофически увеличивают риск получения травм у детей за счет появления больше свободного времени. Мало того, что дети предоставлены в какой-то степени сами себе, контроль со стороны родителей, которые находятся на работе, значительно уменьшается. И ведь действительно, недаром говорят, дети не ищут опасности, они просто играют. Наверняка у вас есть масса примеров в тему разговора. Поделитесь этими показательными историями. Очень много травм происходит и в летний период, и в весенний период. Если говорить конкретно, то это очень тяжелые травмы. Можем привести в пример травму, полученную в апреле месяца, когда ребенок, идя вдоль железнодорожного полосна, в наушниках получил железнодорожную травму. Его сбил поезд. Можно привести совсем недавний трагический пример, когда по незнанию, по стертым рамкам опасности, ребенок, пройдя по парапету вдоль набережной нашей реки, упал в воду. К сожалению, спасти ребенка не удалось. С какими еще проблемами чаще всего обращаются к вам и вашим коллегам родители и их дети? Безусловно, это все травмы верхних, нижней конечностей головы, полученные во время игры, во время спортивных соревнований, в дорожно-транспортных происшествиях. Каждому возрасту присущ свой вид травмы. Для кого-то это спортивное. Детям, которые с года и до трех только познают мир, это травмы, так называемые бытовые. И здесь уместно привести, что большое значение имеет травмы, полученные в результате падения с высоты от неправильно установленной москитной ситки, либо неправильно оставленной кружки горячего кипятка. Вроде бы элементарная вещь, на которую мы в жизни редко когда обращаем внимание. Но кружка кипятка и кружка кипятка то, с чем мы сталкиваемся каждый день? Конечно. А какие тяжелые последствия получаются от этой кружки кипятка? Никто не задумался, к чему это может привести. А результат, который получает ребенок, получив такую травму, может быть достаточно печальным, вплоть до летального исхода. Как по-вашему, всему виной родительское невнимание, либо что-то еще? Ведь давно замечено, что 80% травм, которые получают наши дети, это травмы, когда ребенок остается один. По вине родителей, по их какой-то халатности, возможно небрежности. И только 20% травм дети получают от внешних факторов, совершенно не связанные с родителями. Родительский фактор самый важный, самый необходимый. Александр Васильевич, ну и в завершении, чтобы вы ответили тем родителям, которые сейчас смотрят нас и говорят, извините, за каждым шагом ребенка не уследишь, то и надо ли это делать? Я с ними полностью согласен. За каждым шагом не уследишь. Но сказать это можно только тогда, когда вы это попробовали. Когда вы видите, что да, вы предприняли все меры для того, чтобы обезопасить своего ребенка, вы убрали все внешние факторы, которые могут вести к тяжелому травматизму. После этого, конечно, можно сказать, что да, у меня не получилось. Или это моя вина, но я просто не досмотрела. Старайтесь, и у вас получится. И плюс, наверное, никто не будет спорить, совместное времяпрепровождение, к примеру, у реки. Это только в плюс семейному отдыху. Семейный отдых – это показательный пример, как нужно себя вести у реки, на спортивной площадке, на игровом каком-то корте. Каждый взрослый – это пример для своего ребенка. Веселье должно быть общим. Спасибо большое, Александр Васильевич. До встречи в эфире «Беларуси». А теперь к новостям культуры. На уходящей неделе Гомельская область масштабно встретила фестиваль фольклорного искусства «Берагини». По доброй традиции он развернулся на территории Октябрьского района. В программе оригинальные выставочные площадки, увлекательные мастер-классы, яркие концертные выступления и конкурсные состязания в музыке и танцах. В Гомеле состоялся вечер памяти народного художника Беларуси, профессора, академика живописи Гавриила Ващенко. Он прошел в стенах галереи, которая с гордостью носит имя выдающегося мастера. Гавриил Харитонович ушел из жизни в 2014 году, оставив после себя действительно богатое культурное наследие. А тем временем артисты Гомельской областной филармонии представили зрителям новую концертную программу «Встреча». Она прошла в исполнении солиста филармонии Александра Абросимова в сопровождении камерного хора под управлением заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. Подробности у нашего культурного обозревателя Вероники Ворошилиной. Молодежь, пожалуй, главный стратегический ресурс любого государства, генератор идей и инициатив. Ведь молодость – лучшее время, когда действительно хочется дерзать и творить. Сегодня в нашей стране отмечается День молодежи. Это праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения любви и романтики. К ежегодному торжеству в Гомельской области были организованы креативные арт-площадки, творческие и спортивные состязания, конкурсные игровые программы, флешмобы, фотозоны, концертные выступления и многочисленные другие развлекательные мероприятия. О чем еще запомнилась уходящая неделя, расскажем прямо сейчас в нашем культурном обзоре. Дворец Румянцевых и Паскевича приглашает познакомиться с особенностями одного из красивейших художественных стилей, который господствовал в европейском искусстве с конца XVI до середины XVIII века. Открывшаяся здесь выставка «Причудливые линии барокко» представлена из частного собрания гомельского коллекционера Сергея Путилина. Экспозиция включила неповторимые антикварные предметы мебели и интерьерного убранства. Это изящные старинные произведения искусства, созданные преимущественно в XIX веке, но вобравшие в себя контрасты и асимметрию, присущие стилю барокко. В Гомеле состоялся вечер памяти народного художника Беларуси, профессора, академика живописи Гавриила Ващенко. Он прошел в стенах галереи, которая с гордостью носит имя выдающегося мастера. В этом году Гавриилу Харитоновичу исполнилось бы 90 лет. К юбилейной дате приурочили не только памятный вечер, но и открытие выставки «Мастер и мастера» из фондов картинной галереи. Экспозиция включила как творческие работы народного художника, так и его учеников, коллег и друзей. Представленные полотна отражают колоритные образы и неподвластные законам времени, трогают душу, заставляют задуматься о высоком. Гомельская область масштабно встретила фестиваль фольклорного искусства «Берогиня». Он развернулся на территории Октябрьского района. В программе оригинальные выставочные площадки, увлекательные мастер-классы, яркие концертные выступления, веселые конкурсные игровые мероприятия, а также творческие музыкальные и танцевальные состязания. Своим мастерством гостей фестиваля удивляли аутентичные фольклорные коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли, исполнители народных бытовых танцев, мастера различных видов ремесел, рассказчики народной прозы и многочисленные другие самобытные артисты. А тем временем артисты Гомельской областной филармонии представили зрителям новую концертную программу «Встреча». Она прошла в сопровождении камерного хора под управлением Елены Соколовой. Главное действующее лицо вечера – поэт, композитор, автор-исполнитель, солист областной филармонии Александр Абросимов. На сцене он отметил свой творческий юбилей. В этот вечер Александр Абросимов выступил исполнителем духовной музыки и романцев, а также своих авторских произведений. Проникнуться атмосферой лирики и романтики, насладиться живым звуком и теплым общением. Артисты областной филармонии приглашают и на следующей неделе. В Гомеле стартовал новый музыкальный проект «Летние филармонические вечера». Сразу на трех площадках – в сквере имени Громыка, у здания Гомельского цирка и на летней эстраде Дворцова парка у ансамбля будут организованы бесплатные концерты творческих коллективов и солистов филармонии. Выступления будут проходить под открытым небом, а потому только при хорошей погоде. А сейчас о некоторых культурных событиях в районных центрах. Светлогорский историко-краеведческий музей приглашает на выставку «Парк юрского периода». В экспозиции представлены огромные ящероподобные животные, которые некогда населяли нашу планету. А на территории исторического центра «Мозырский замок» работает контактный зоопарк «Ферма добра». Здесь можно не только увидеть, но и потрогать козлят, ягнят, кроликов и других забавных животных. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин